Это РЖД ТВ, тема часа. В ближайшую минуту мы будем говорить о настоящей проблеме текущего времени, это пожары. Были уже, всплывали эти темы в наших эфирах и вот опять. Людмила Петровна, здравствуйте. Омская область тоже, эта беда ее не обошла стороной. Что за ЧП случилось в Омской области и насколько масштабные пожары в этом году? Здравствуйте, Владимир. Пожары у нас объявили ЧС, чрезвычайную ситуацию по области и пожаров было очень много. Сгорели некоторые районы области. Самый большой значимый у нас произошел в городе Называйевск, Омской области, где пострадало в общем больше 300 человек, остались без крова и сгорело более 100 домов. Естественно, пострадали наши железнодорожники, ветераны и работники. То есть 13 человек пострадали во время этого пожара. У 12 полностью сгорели дома. Ну и у одного пенсионера сгорели только надворные постройки. Называйевск один из наиболее пострадавших городов в Омской области. Но, как известно, нам волонтеры отреагировали, можно сказать, молниеносно. Как удалось это сделать? Как вы вообще действовали? Ну, во-первых, был создан штаб на железной дороге под председательством руководителя дороги, где вошли определенные службы, дирекции, предприятия в этот штаб. Молниеносно отреагировали именно представители предприятий, скажем так сначала. Представители предприятий, что волонтеры включились в эту работу. Ну, тоже включились, тоже молниеносно, но чуть-чуть попозже. Сразу же были направлены люди, которые выехали в Называевскую, то есть обследовали места, где горели дома. То есть сразу же определились с оказанием помощи, что, когда и сколько будут оказывать. И сразу первая помощь, она пошла от наших профсоюзных лидеров. То есть первую материальную помощь выплаты были комитета профсоюзов. Потом начали оказывать дорога и местные власти. То есть на данный момент им материальная помощь оказана со стороны предприятий, потому что люди тоже отреагировали на эту беду, собирали деньги, собирали там какие-то вещи. Ну, сами понимаете, что люди остались полностью без каких-то средств. И поэтому очень помог Красный Крест. Через Красный Крест пошли также постельные принадлежности, полотенца, матрасы, подушки, одеяло. Ну, то есть все, что необходимо. Ну, самое важное, наверное, что сейчас всем нам нужно знать, да, как себя чувствуют погорельцы, обеспечили они всем необходимым и насколько они себя нормально чувствуют после всего, что им пришлось пережить. Погорельцы мы со всеми на связи. Они сейчас все размещены кто у родственников, кто у знакомых. Одна семья, правда, вот в одной семье мы сняли квартиру, потому что у них не оказалось ни родственников, никого. Вот их четверо человек, там монтёр пути, у него две сестры и отец. Ну, отец инвалид. Вот, то есть все сейчас устроены, на местах живут. То есть сейчас ещё подключились волонтёры, то есть они собирают гуманитарную помощь. То есть в течение этой недели всё, что они соберут, мы отправим тоже в Называйовскую. И, ну, люди, в принципе, пока то, что им необходимо, всем они обеспечены. Вот, таких каких-то претензий или каких-то глобальных таких вопросов пока не возникает. То, что чем мы можем и помогаем. Мы на прошлой неделе как раз-таки тоже вот в режиме онлайн говорили с железнодорожскими пожарными, которые как раз вовремя отреагировали на события подобного свойства, которые случились в Красноярском крае. Да, и там тоже была достаточно оперативная реакция. Что способствует вот такой вот, на самом деле, действительно, очень скорой и своевременной, скажем, помощи, которая приходит со стороны волонтёров и от РЖД конкретно? Ну, железнодорожники, скажем так, это очень дружный, сплочённый коллектив. На беду любого работника, железнодорожника, ветерана, то есть реагируют все быстро и всем коллективом. Поэтому, то есть, когда случилось это всё в Называйска, 6 мая, к вечеру уже знали, ну, практически всё, чем помочь, как помочь, с чего начать. И у нас туда тоже выезжал пожарный поезд, который там потратил 120 тонн воды, потому что, с учётом того, что были сильные пожары, машины на Называйска, ну, как сказать, оказались, потратив воду, оказались без воды, потому что где-то не сработали гидранты, где-то ещё что-то. То есть, нашим поездом было заправлено 22 машины водой, то есть, для оказания быстрейшей, скорейшей помощи по тушению пожаров. Поэтому мы дружные. Что касается других неравнодушных зрителей нашего телеканала, кто, может, как-то хочет помочь или как-то поучаствовать, возможно это как-то сделать? Не нужна ли какая-то помощь прямо сейчас? Да, это возможно сделать. У нас есть определённые ссылки, то есть, можно, если финансово, материально как-то помочь, то это через ссылку, через фонд почёта переслать деньги. Можно помощь привезти. И у нас организовано на дороге в четырёх регионах штабы, где собирают гуманитарную помощь. В частности, в Омске мы собираем, организовали место в ФСК «Локомотив» в Доме спорта нашего железнодорожника. И что на данный момент волонтёры именно там собирают гуманитарную помощь. У нас также откликнулся и банк ВТБ, и местная школа номер 99, которые тоже привезли там определённую гуманитарную помощь для пострадавших. А насколько, на Ваш взгляд, в последнее время волонтёрство, вообще помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, распространена вообще на сегодняшний день? Насколько это, скажем, более имеет популярность, чем какое-то время назад, может быть, 5-10 лет назад? Знаете, я бы как сказала, что не надо делить работников и волонтёров, потому что все волонтёры, которые сейчас работают, они все из числа работников. То есть даже вот эта беда последняя, называясь, она показала, что что волонтёры, что работники, они стали вместе на помощь, вместе помогают. Да, волонтёры, они как бы помогают, они участвуют в других акциях, которые и в городе проходят, и на дороге, и в регионе, то есть независимо от железной дороги, за что им большое спасибо. Помогают нам также там в организации определённых мероприятий. Но если вот говорить конкретно, то что железнодорожники, что волонтёры, они все вместе. Да, действия сообща, я имею в виду просто про волонтёрское движение, про некую помощь ближнему. Насколько это сегодня актуальный вопрос, да, и насколько это становится, скажем, обыденным, да, что помочь – это как бы не какой-то там подвиг или какое-то геройство, это вполне обычное нормальное дело. Ну да, обычное нормальное дело. Обычное нормальное. То есть у нас и существует сейчас, и мы даже в чатах участвуем, и приглашаем всех небезразличных с нами участвовать в помощи. И как бы чат этот организовали даже волонтёры, то есть чтобы больше информации доходило до людей, до работников, до пенсионеров. У нас же есть и золотые волонтёры, которые из числа пенсионеров. Поэтому, ну как, всё работает, всё помогает. Сейчас даже вот взяли шество над детскими домами, которые у нас расположены в городе, в области, ездят туда, помогают. Помогают они и этим, где вот содержат собак, кошек, то есть вот любимый друг у нас есть такая организация, туда тоже и корм направляется, и определённые там принадлежности какие-то, ну, закупают медицинские там, средства реабилитации. То есть всё это работает, всё действует. Может быть, знаете как, раньше люди это делали, но не называли таким словом волонтёр. И это было, человек делал так души и просто хотел это делать. А теперь это, ну, стало теперь больше известно в общей массе, в общем, всем там другим железнодорожникам, которые тоже теперь решили стать волонтёрами, чтобы помогать, поддерживать вот это движение. Возвращаясь к теме пожара, с чего мы с вами и начинали, как сейчас обстановка на ЗСЖД вообще, можно ли сказать, что более-менее локализовано, всё более-менее спокойно с пожарами? Вы знаете, в Гонской области пока у нас продолжается режим ЧС, вот, и идут сильные ветра, и, ну, буквально вот несколько дней мы не слышим в новостях, что где-то что-то снова горит. Более-менее сейчас спокойно. Сейчас идёт, как бы, поддержка и помощь тем, кто пострадал. От всей редакции РЖД-ТВ самые тёплые слова благодарности всем тем, кто участвует в волонтёрском движении, всем тем, кто помогает, не называет волонтёрством, в конце концов, это не самое главное. Большое спасибо, что нашли время рассказать нам об этом, и желаем вам удачи и всех благ впредь в ваших добрых делах. Спасибо большое, Людмила Петровна. Это была тема Часа на РЖД-ТВ, оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. Продолжение следует...